Слово По земле засиял небосвод голубой, а потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, друзья! В эфире передача, посвященная церковно-славянскому языку. Собирайтесь поскорее, мы начинаем наш урок. Друзья, в прошлый раз мы познакомились с новой буквой нашей древней азбуки. Вот она. Помните, как она называется в церковно-славянском языке? Правильно, покой. А сегодня мы будем говорить о словах, которые с нее начинаются. По нашей традиции начнем мы с имен. Вы можете взять бумагу и карандаш. Может быть, сейчас прозвучит и ваше имя, или имена ваших друзей. Запишем их по-церковно-славянски. Итак, первым я хочу назвать имя Петр. Да-да, именно Петр через Е, а не Петр, как это имя звучит сейчас. Не забывайте, что буквы Йо в церковно-славянском языке нет. Это имя любимо в разных странах. Оно звучит почти на всех языках мира. Петр, Питер, Пьер, Пьетро, Петрос. И большинство из тех, кто носит это имя, крещены в честь великого святого, славного и всехвального апостола Петра. Всехвальный – значит, достойный всякой похвалы, всеми прославляемый. Святой апостол Петр, брат апостола Андрея, был одним из самых ревностных учеников Спасителя. До встречи с Господом Иисусом Христом он был рыбаком, звали его Симон. Но когда Господь призвал его на проповедь, он дал ему новое имя – Кифа, что по-еврейски значит «камень», а по-гречески «камень» – Петра. И именно в греческом переводе это имя распространилось потом по всему христианскому миру. Почему же Господь назвал апостола таким именем? Он знал, что его ученик проявит непоколебимую твердость в вере. И хотя сначала апостол Петр малодушно отрекся от Христа, этот грех он искупил истинным покаянием, всей своей жизнью оправдывая свое имя. Он сохранил твердую, как камень, веру в Господа и передал ее другим людям. Апостол Петр проповедовал Евангелие в разных странах – на Востоке, на Западе, подтверждая силу своих слов великими чудесами, воскрешая мертвых и исцеляя недужных. Посмотрите, друзья, на иконе апостол Петр изображен с ключами. В Евангелии повествуется о том, что он первый исповедовал Спасителя Сыном Божиим. И поэтому Господь обещал дать ему ключи Царства Небесного. То есть власть открывать и закрывать для человека вход в него. Апостол Петр оставил нам два соборных послания, которые читаются в храме на богослужении. Память святого апостола Петра церковь празднует 12 июля по новому стилю. Вместе с памятью апостола Павла. Это великий праздник. Имя Павел пишется через букву Ижица. Она читается как В. Мы с вами будем говорить о ней позже. Имя это латинское и переводится как Малый. Апостол Павел родом Иудей сначала носил еврейское имя Саввл. Он был фарисеем и жестоко преследовал христиан. Господь чудесным образом явился ему на пути в Дамаск, и Саввл сразу уверовал в него. Он принял крещение и стал ревностным проповедником Евангелия. Он славил Христа в Аравии, в Палестине, в Малой Азии, Греции, Италии и многих других странах. Этому великому делу он посвятил всю свою жизнь. Претерпев много страданий, апостол Павел сподобился от Господа и великих даров. Он был восхищен в рай, где слышал тайны, скрытые от всего человеческого рода. Апостол Павел оставил нам 14 посланий, источник истинного христианского учения. На иконе апостол Павел изображен держащим меч в знак его неутомимого и ревностного проповедания Слова Божьего, которое он называл мечом духовным. А сейчас назовем еще одно имя – Пантелеймон, в переводе с греческого – Всемилостивый. Наши Пантелей и Пантелеевы свои имена и фамилии получили в честь святого великомучника и целителя Пантелеймона, который жил в III веке. Память его празднуется 9 августа по новому стилю. В честь него назван и знаменитый русский Пантелеймонов монастырь на Афоне. Женских имен на букву покой немного. Самое известное из них – Пороскева. В России оно звучит как «Просковья» и «Пелагия». Пороскева – греческое имя, переводится как «Пятница». Так звали древнехристианскую святую, которая, несмотря на истязания, не поклонилась языческим идолам. Такое имя родители дали ей, потому что она родилась в пятницу, особо почитаемый всеми христианами день страстей господних. Память ее празднуется 10 ноября. Имя «Пелагия» с греческого языка переводится как «Морская». 21 октября по новому стилю празднуется память преподобной Пелагии, святой, которая до своего обращения ко Господу вела нечестивую жизнь, но, услышав слова богомудрого епископа о Боге, о смысле человеческой жизни. Раскаялась, приняла крещение и, удалившись в затвор на Елеонскую гору в Иерусалиме, усердно служила Господу в молитве и посте. И так она обрела прощение своих прежних грехов. Вот каких великих святых помогла нам вспомнить буква «Покой», на которой начинаются их имена. Будем молиться им, друзья, чтобы и нам, своей жизнью, послужить Богу. Ну, а теперь я прощаюсь с вами. Да хранит вас Господь! Спасибо.